Сказали про него, очень было приятно слышать, но самое главное качество в этом человеке было, он никогда не фальшивал, не был фейк, он был, все то, что он делал, он делал от души. Если он приглашал гостей, он от души накрывал столы, если он делал бизнес с кем-то, он от души делал бизнес, и он был ответственным. И Юра, Дима, я думаю, не то, что думаю, так и есть, он был очень прекрасным человеком, он самый главный был джигардуст, он любил всех своих родственников, всех. Когда мы приехали в 89-м году, он каждую неделю приезжал, мы остановились в Бруклине, каждую неделю приезжал, и, ну, как эмигранты мы были тогда, он пустыми руками никогда к нам домой не заходил, всегда хотел чем-то помочь, хотя у нас и деньги все было, но он всегда заходил. Вот Рахмат Кадабоша, Миша, Абрамов, таксист, вот они вдвоем, каждую неделю один раз приходили. Рахмат Кадабоша, Миша тоже был очень таким скромным человеком, и они дружили вместе, всегда я их видел вместе. Рахмат Кадабоша, Миша, Абрахмашон, Йорбоша, Ода Мойнеки. Я пару таких случаев расскажу про Дадьосика, очень интересные вещи были. Когда в 98-м году я открыл магазин, на 108-й магазин вот это Саламандра, вот, и тут же через пару месяцев мы там деньги поставили, и тут же дом вышел, в котором я сейчас живу. Вот, я говорю, Дадьосик, я не знал, что я дом куплю, попался, так, и я магазин открыл, мне нужны деньги. Он говорит, Чарльзер, так, он кафал, он принес, мне отдал эти деньги, вот, и у меня несколько людей было, я делал список. И когда я отдавал ему деньги, он в магазин к нам приходил, и я ему отдавал деньги. Вернул? Ну да, вернул. Каждый раз по 10, по 5, там отдавал ему. И последнее осталось у меня, и один раз я не записал, забыл записать, но я ему уже переплатил, можно считать. Я говорю, Дадьосик, вот это последнее 10 тысяч я вам даю, я извиняюсь, говорю, я не помню, вам, я с вами рассчитался, не рассчитал, он поможет 10 тысяч, вот, и вот так он. Сигель, вот он взял эти деньги, вышел, ушел, наследствует, приходит, ба, протагир, вот тут вот, и макты, расчетка, вот такой человек, другой человек, это очень сильно, честный, и очень добросовестно он отнесся. Еще это одно, одно его честное, второе, второе, он приходил к нам в магазин каждый день, в неделю один раз он обязательно покупал у нас туфли, в неделю один раз. И он не одевал это, просто вот покупал. Да, и тет-риво приходит, Рафик Джон, позавчера я говорю, целый мешок туфлей новых, говорит, отдала кому-то. Эммигранты. Говорит, пожалуйста, я говорю, я ему не продаю, он сам приходит, Климсутки самый хороший туфли, выберет, там 300 долларов стоит, одевал, так тут, смотри, холям, 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 як щас, мегидейна. И что я хочу сказать, не то, что он хотел покупать туфли, он хотел нам бизнес давать, понимаете, он хотел, чтобы мы поднялись, он хотел, всячески он добрый человек. У нас есть праздник Песах, ни в коем случае у нас нет Пасхи, вы понимаете? Это очень две разные вещи. Ассур говорит Пасха. Ассур, Ассур, Ассур. Песах. Пасха нету, вот вы завтра, почему я это говорю, я хочу это Митсот взять на себя, что каждый раз вы завтра начнете поздравлять свой кудо.